Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, первая встреча. Сегодня мы фактически первый трудовой рабочий день для трейдеров после Non-Farm Perls, как мы с тобой говорили. Это у нас встреча по понедельникам. Сегодня я предлагаю подвести так вкратце итоги, посмотреть на то, что изменилось по тенденциям на финансовых рынках, исходя из последних пятничных данных. Опять же, очень интересна твоя точка зрения, потому что ты доллар средний, как минимум, срочно покупаешь, может быть даже на долгосрок. Я думаю, что тебе сегодня точно есть что сказать. И очень часто ты касаешься криптовалютного рынка. Очень интересная идея, мне нравится, не только мне. Если, опять же, сегодня есть какие-то новые паттерны найдены, технические уровни, было бы круто, если там по биткоину прокомментировать ситуацию, потому что наша аудитория интересуется и криптовалютным рынком, поэтому мнение специалиста технаря очень важно. Ну что, давай тогда к демонстрации экрана, да и в целом уже сразу к тем данным, которые у нас были по Non-Farm Perls с позиции фундамента. Это моя ответственность. Давай к демонстрации. Друзья, еще раз всех приветствую. Неделя только начинается, очень рассчитывая на то, что вы стартуете ее с хорошим настроением, как мы, собственно, с Виталием. Настроение имеет очень большое значение в трейдинге тоже. Я надеюсь, вы все это прекрасно знаете и понимаете. Пятничные данные. Сейчас вот в моменте, если смотреть на динамику, индекс доллара корректируется, есть такое небольшое послевкусие. Оно, опять же, лично у меня связано с тем, что индекс доллара корректируется, американский фондовый рынок снова на космический максимум, хаях, вообще ракета просто летит, NASDAQ и S&P. Уж не знаю, кто же сможет их все-таки немножечко на землю вернуть и когда это произойдет. Ну, может быть, не сейчас, потому что такой насыщенный фундаментальный фонд был, и у него, по идее, была возможность охладить энтузиазм покупателей. Этого не произошло, поэтому сейчас каких-либо препятствий у фонды нет. Важно отметить то, что по индексу доллара сейчас интересная динамика после пятничных данных, связанная еще и с тем, что снижается доходность американских облигаций, то есть растет фондовый рынок и снижается рынок долга. Я бы сделал вывод из этого следующий, что тех данных, которые мы получили в пятницу, их достаточно, чтобы сохранить вот этот рыночный позитив, но, может быть, не так уж и достаточно, чтобы сохранить и поддержать эйфорию тех, кто фактически ранее был уверен в том, что ФРС в одном шаге от того, чтобы повысить процентную ставку, либо начать сворачивать программу количественного смягчения. Я придерживаюсь, как и раньше, прежней позиции по индексу доллара. Рекомендую все-таки, друзья, выбрать для себя именно сторону, фундамент, либо вы сторонника идеи того, что еще не время, чтобы политика менялась, а, соответственно, на фоне мягкого режима держать СЭЛ. Либо вы все-таки считаете, что последний отчет по нон-фармам – это недостающая часть пазла, которая должна убедить всех в том, что ФРС гораздо раньше пойдет на изменение денежно-тредитного пункта. Я индекс доллара держу в своем портфеле торговых сделок очень давно и, в принципе, продолжаю это делать. Очень рассчитываю на то, что выше вот этих максимумов, которые были показаны после того, как рынок отреагировал на публикацию отчета, выше этих максимумов мы не уйдем. Так, по другим рекомендациям, европейская валюта была в качестве спекулятивного шарта, как косочная сделка с тейк-профитом на отметке 1.18. До тейк-профита мы не добрались, хотя там было чуть-чуть совсем. Ну, я сделку не закрывал, думаю, что можем еще дотуда добиться. По фунту, в принципе, ситуация в плане рекомендаций была похожа. Я делал, по-моему, акцент на то, что фунт интересен сейчас для продавцов из-за ситуации с новым штаммом непосредственно в Британии и высокой вероятности того, что 19 июля не будут сняты остаточные вот эти карантинные ограничения. Я давал рекомендацию по фунту через отложку с LIMIT с отметкой 1.38.75. Мы до нее не дотянули, но я предлагаю оставить пока что в работе эту отложку. Думаю, что можем до нее добраться. Сейчас котировка 1.38.40 и допускаю, что фунт еще даст от нижней. По рынку нефти ситуация интересная была, хорошо сработала рекомендация. Покупали мы нефть 74, сейчас уже 76.39, но это гораздо выше тейк-профита, который я поставил, поэтому рынок нефти пока что предсказывает в плане движения. Кстати говоря, я в прошлый раз делал акцент на то, что в четверг очень важное событие, заседание ОПЕК. Я думаю, что те, кто следит за новостным фоном по рынку нефти и ты наверняка не знаешь, что в четверг ни о чем не договорились, в пятницу, в принципе, то же самое. Переговоры перенесли на сегодня. Есть предварительная договоренность, что лучше поднять уровень нефти добычи на 400 тысяч баррелей в месяц с августа по декабрь, то есть в совокупности до конца этого года примерно на 2 миллиона баррелей. Но есть и те страны, которые начинают немного жадничать и считают, что их ставят в несколько неудобное положение и не дают возможности зарабатывать в текущих условиях и при текущих ценах столько, сколько они хотят. Объединенные Арабские Эмираты настаивают на том, чтобы все-таки скорректировали квоту и базу сравнения пересмотрели именно в соответствии с имеющимися на текущий момент свободными производственными мощностями. Если опустить все, что было сказано, Объединенные Арабские Эмираты хотят именно, чтобы им предоставили возможность добывать больше нефти. Ну, я допускаю, что могут договориться, но в любом случае, даже если уровень нефтедобычи вот с августа составит в плане прироста ежемесячного не 400 тысяч, а 500 тысяч, я полагаю, считаю, что этого все равно будет недостаточно, чтобы пока что сломать этот восходящий тренд по рынку нефти. Поэтому, друзья, если среди вас есть те, кто держит лонги, не закрывали, по факту там теста 75-50-76, ну, знаете, пока что новостной фонд больше на вашей стороне и, как отмечали ранее эксперты Morgan Stanley и JP Morgan, 80 долларов за баррель – это вполне реально. Что касается фондового рынка, здесь все без изменений, рынок продолжает лететь вверх. По S&P котировке максимальной пятерочной торговой сети 4346 пунктов по NASDAQ, который я ранее также покупал, там были 14700 пунктов. Но признаюсь, что перед нонфармами, фактически даже еще в четверг, я позиции закрывал, чтобы не попасть в просаг, потому что был риск того, что рынок может провалиться, если получили плохие данные. И я решил все-таки отсидеться. И жалею, конечно, немного об этом, потому что фондовый рынок очень сильно вырос. Но всех денег не заработаешь. Сегодня я снова покупаю. И, опять же, сейчас вот прям в моменте какой-то оптимальной точки входа я не вижу. Я просто считаю, что рынок остается в восходящем тренде, поэтому если вы разделяете такую же позицию, не имеет значения, с какого уровня сейчас взять. Особенно если вы верите в ВЦЛ, как и я, пояснить 4500 пунктов. Виталий, на этом, собственно, тебе слово передаю. Демонстрация пошла уже. Так, все, начинаем. Так, давайте начнем с индекса доллара. Как всегда, с своей точки зрения скажу, как уже Артем подметил, я покупатель по индексу доллара, индексу доллара, да. В принципе, индекс доллара сделал какие-то такие первые значительные цели. Я их еще ранее называл. Это в районе, скажем, вот этой наклонной трендовой. Мы практически в пятницу к ним подошли и немножко отскочили от этой цели. На текущий момент есть вероятность того, что мы можем отскочить немножко пониже, хотя пока это только вырисовывается, эта картинка, пока рано говорить, так как присутствует достаточно сильный вот этот такой начинающий тренд по индексу доллара вверх. Видно, что дневочки все выше, минимумы выше, выше. Поэтому, чтобы сказать, что у нас есть уже более такие надежные моменты на снижение по индексу доллара в рамках коррекции, очень рискованные. Я, в принципе, в пятницу, кто смотрел обзор рынка на канале Амаркетс, я говорил, что, возможно, коррекция по индексу доллара вниз и по евро-доллару, так как у нас присутствовал такой один технический индикатор, показывал на дивергенцию. Вот этот рост, который был у нас на последнюю неделю, вот последние два дня рисовалась дивергенция, и она, в принципе, локально на часовом фрейме отработалась. И сейчас, возможно, более, скажем, глубокое снижение. Я пока вижу только в рамках коррекции, как оно будет развиваться. Это будет всего-навсего коррекция где-то на несколько дней, или это будет сильное снижение, время покажет. Ну, это пока очень рискованный момент по индексу доллара, поэтому кто удерживает среднесрочные покупки по индексу доллара, я их советую дальше удерживать и, возможно, скажем так, захеджироваться шартом по индексу доллара. Это можно выбрать или захеджироваться как вариант по индексу доллара замком положительным, кто покупал, кто не покупал, очень рискованно небольшим объемом, так как это момент шарта только вырисовывается. Я бы не сказал, что он достаточно гарантирован. Или, как вариант, возможно, захеджироваться покупкой евро-доллара. Сейчас к графику подойдем и закончим по индексу доллара. Если рассматривать шорт, то с текущих 92.30, 92.40, 50, в зависимости, где будет цена, где вы будете смотреть записи, возможно, рассматривать шорт со стопами за пятничный максимум. Напомню, риск закладывать минимальный, так как у нас здесь такой достаточно сильный тренд, и вот это всего может быть просто откат, и мы дальше будем уходить, и при пробитии, скажем, пятничного максимума и трендового, я думаю, что мы дальше будем достаточно сильно идти в рост. Это позиция только в рамках, так скажем, хеджа. И как вариант, можно захеджироваться не индексом долларом, а удерживать покупки для тех трейдеров, кто умеет держать позиции среднесрочные. А как вариант, возможно, захеджироваться евро-долларом. Очень рискованная покупка вырисовывается, аналогично в пятницу в обзоре. До этого, напомню, в понедельник-среду я советовал только продавать евро-доллар. Мы, в принципе, неплохо отпадали, и сейчас, возможно, вырисовывается тоже какая-то коррекция. Мы уже и как-то в пятницу закрылись выше неплохого уровня 1.18.45, плюс сломили вот этот локальный, прошлонедельный шартовый тренд, и, возможно, у нас с текущих будет развиваться какая-то коррекция в район 1.19, 1.19.50, возможно, в район 1.20. Поэтому возможно рассматривать покупки с текущих, то есть у нас цена 1.18.60 плюс-минус со стоп-лоссами за пятничный минимум. Обязательно ставить стоп-лосс, так как у нас, если мы будем проваливаться, я думаю, дальше открыта дорога в район 1.17, 1.16 и, возможно, ниже. Это такая спекулятивная возможная покупочка. По всем другим активам, которые связаны с долларом, франк, фунт, НЗД, австралийский доллар, канадский доллар, там аналогичная картина вырисовывается. Поэтому вот как-то вот так. По поводу биткоина. Биткоин, да. Если есть там что-нибудь. Да, ну еще вот такую ремарку по поводу индекса доллара, нефти и S&P 500. Я недавно читал информацию, изучал, я просто уже не помню, так как я только в это время нужно проверить. Начинал на рынках финансовых работать. В 2008 году, когда был ипотечный кризис, там как раз тоже, вот я в следующий раз сделаю более детальный обзор. По поводу того, как разворачивались рынки, ну, в долгосрочной перспективе. Изначально разворачивался доллар, потом S&P 500, и только потом нефть. То есть, потому что сейчас тоже многие смотрят, индекс доллара, он в принципе пошел уже в рост, S&P тоже в рост, да, нефть тоже в рост там. И рынки идут в разную сторону, как бы нестандартно идет, да, раскорреляция такая. Поэтому это тоже, возможно, первый звоночек, что доллар развернулся, и нужно ждать там S&P разворот, скажем, ну, когда будут какие-то там более сильные сигналы. И потом нефть. То есть, не нужно, нужно иногда понимать, что рынки могут, ну, мы это понимаем, могут ходить в разные стороны, потому что бывают такие моменты, ребята там связывают, вот, условно там, S&P растет, должен индекс доллара падать, да, как бы вот такие моменты. Поэтому на такие ловушки тоже осторожно, можно иногда очень сильно попадать, как на текущий момент. Так, по биткоину. По биткоину, возможно, скажем, если в долгосрочной перспективе смотреть, ну, скажем, не долгосрочной, среднесрочной, да, то здесь, возможно, у нас по крипторынку, как мы видим, начнется, есть такой термин, возможно, ты слышал, криптозима, да. Это такая фишка, что мы уйдем такой боковой штиль, возможно, немножко нисходящий на очень долгое время, как было это в, там, в 18-19 году, где будет такой боковичок с каким-то диапазоном, где возможность спекулятивно работать, но, скажем, не будет уже такого взрывного роста, как было в, там, 20-21 году по биткоину. Поэтому пока вот это накопление, которое сейчас по биткоину идет, я думаю, что мы с него, по идее, должны уйти вниз, да. Ну, это нужно пробить, скажем, вот сильный уровень поддержки, это в районе, там, 29 тысяч, 30 тысяч, плюс-минус. Это если с точки зрения техники, это, скажем, такая голова и плечи, да, здесь можно очень сильно уйти вниз по данному рынку. Уже первая голова и плечи, она отработалась, которая была вот здесь сверху, то есть вот левое плечо, голова правая, мы пробили вот эту шею, да, и ушли вниз. Если более крупного там фрейма посмотреть, тоже вырисовывается аналогичная модель. Левое плечо, голова правая. И при пробитии, желательно на больших объемах смотреть, чтобы это происходило, то можем очень хорошо уйти вниз. Здесь расстояние, если смотреть, получается где-то 20-30 тысяч, поэтому мы можем уйти вниз. Вопрос такой более точный, если смотреть. Мы сейчас находимся посредине канала, вот этого между 30 и 40 тысяч, ну, даже чуть ниже, да. Поэтому здесь еще болтанка возможная, конкретно по торговым рекомендациям. там, возможно, снижение с текущих или, как вариант, еще протестируем там 40 тысяч. Последний такой забег будет для позитива. Вот сейчас уже там 45, 50, все, идем наверх. Возможно, это будет ловушка. Поэтому так краткосрочно, если смотреть конкретно, присутствует какой-то такой маленький, небольшой восходящий канал. Посмотрим, продаем мы его или сегодня. Если нет, то если удержим канал, то при пробитии 36, там, 500, вот тут видно образовался такой локальный уровень, возможно, заброс в район там 40 тысяч. Вот такие перспективы. То есть среднесрочные, понятно, вниз, только вопрос, мы падаем с текущих или еще заброс в район 40 плюс-минус тысяч. То есть пока для тех холдеров, которые заработали в прошлом году и в текущем году на росте очень сильном, я думаю, что, ну, как вариант, такой халявы больше не будет. Ты, кстати, заработал, Виталий? Я много не заработал, потому что я больше смотрел спекулятивно, реально не верил вот этот рост, который был. Ну, кто смотрел на меня, в принципе, я все время искал какие-то точки входа на шорт, скажем, вот так. Я не отношусь к тем энтузиастам, которые там верят в рост. Ну, это нормально, потому что, скажем, и те точки, которые я находил, они раньше выбивали по стоп-лоссу, но в каком-то итоге они произвели к валу, скажем, получилось небольшое снижение взять, небольшим объемом, так скажем. Поэтому вот так. Я, скажем, с той серии, как Майкл Бьюри, да, который все время ищет какой-то, скажем, по инструменту снижение, да. Ну, то же самое, если взять 2020 год, то я, в принципе, с S&P 500 и взял снижение небольшое и спрогнозировал вот это снижение, которое было. Ну, кто помнит, кто смотрел там зимой, я проводил кучу вебинаров на эту тему. Посмотрим, как в долгосрочной перспективе сработает. Мы еще, кстати, планировали, да, где-то снимать на этой неделе и на следующий такой большой вебинар. На эту тему я там уже подготавливаю информацию по поводу долгосрочного ведения рынка. Потому что сейчас... Да, потому что сейчас на рынке фондовом, имеется в виду, можно заработать, но я считаю, что на текущий момент, и многие эксперты выступают, что, да, заработать там 10, 15, 20 процентов на этом росте возможно еще в каком-то, но в долгосрочной перспективе, скажем, даже сейчас, если взять данные крупных игроков, они сейчас большие позиции оставляют в кеше, скажем, немножко сбрасывают в портфели акций и других инструментов, чтобы закупиться на волатильности, когда просядет рынок пониже. Посмотрим. Ну, честно говоря, я тоже как бы энтузиаст в формате спекуляции по S&P, по NASDAQ, и есть конкретные уровни, я, опять же, не стесняюсь, их называю довольно серьезные, там, 4 500 и 15 тысяч по NASDAQ. Но если говорить про непосредственное вложение в какие-то отдельные бумаги, то есть формирование такого долгосрочного, в том числе там и дивидендного портфеля, я вот уже два года жду все-таки серьезного обвала. И думаю, что он в ближайшие 2-3 года точно произойдет. И вот там уже будут покупать. Ну, это, опять же, может быть, обсудим на том выпуске, который планируется, правильно, Виталий уже как бы его анонсировал. Будем держать вас в курсе, друзья, непосредственно по дате. Ну, и если мы запишем, тут же выложим на наш канал на YouTube, и вы об этом узнаете. Виталий, тебе большое спасибо, что подключился, как и всегда. Хорошей недели тебе. И увидимся в среду. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok